Перед началом майского заседания городской думы Черкеска приятную миссию выполнил ее председатель, глава муниципального образования Валерий Дедук. Он вручил благодарственное письмо от руководителя Всероссийской общественной организации ветеранов вооруженных сил Виктора Ирмакова, депутату городской думы Ахмату Лайпанову за большой вклад в реализацию государственной политики в области социальной защиты ветеранов и активное участие в акции «Все для победы». Первым вопросом повестки заседания стало внесение изменений в устав муниципального образования города Черкеска, которые до этого, согласно нормам федерального законодательства, уже прошли через процедуру публичных слушаний. Согласно данным изменениям, предлагается признать утрачившим силу часть 15.3 ст. 35 устава города Черкеска, которая регулировала порядок предоставления сведений о доходах и расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатами лицами замещающих муниципальной должности и размещение данной информации на официальном сайте муниципального образования города Черкеска, а также предоставление для публикования средств массовой информации. Данный пункт утрачивает силу, так как в соответствии с законом о противодействии коррупции, для лиц замещающих муниципальные должности, не работающих на постоянной основе, а теперь необязательно предоставление данных сведений о доходах и расходах. Также с федеральным законом предлагается дополнить статью 35 часть 16 два следующего содержания о том, что полномочия депутата муниципального образования города Черкеска прекращается досрочным решением городской думы в случае отсутствия депутата без уважительных причин на всех заседаниях городской думы в течение шести месяцев подряд. Далее председатель депутатской комиссии по бюджету, финансам и социально-экономическому развитию города Расул Капушев выступил по вопросу о назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета города Черкеска за 2022 год. В течение 15 дней со дня опубликования выносила на публичные слушания вопросы жители города Черкеска имеют право подавать в комиссию по проведению публичных слушаний свои предложения, замечания и заявления о намерениях выступить на публичных слушаниях. Предлагается назначить публичные слушания по отчету об исполнении бюджета города Черкеска за 2022 год на 11 часов 15 июня текущего года и принять по данному вопросу соответствующее решение. В соответствии с указом президента Российской Федерации с 2022 года осуществляется совершенствование оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих за счет увеличения доли должностного оклада в структуре денежного содержания с одновременным уменьшением премиальной части. Аналогичные меры принимаются на региональном уровне в отношении государственных служащих Карачаева Черкесской Республики. Исходя из возможностей бюджета города Черкеска, настоящим проектом решения предлагается ряд изменений в структуре и размере денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности и денежного содержания муниципальных служащих. Правовым основанием для подготовки проекта решения в отношении лиц, занимающих муниципальные должности, является статья 40 Федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления и статья 86 Устава города Черкеска, в которой установлено, что органы местного самоуправления самостоятельно определяют размеры условия оплаты труда вышеуказанных лиц. Претерпело изменения и положение о порядке размещения и содержания информационных конструкций на территории города. В частности, исключена необходимость публикации информации в печатном издании о начале проведения торгов для заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Объявление об этом будет размещаться на официальном сайте мэрии. Ну и, наконец, заключительный вопрос повестки заседания касался обновленного Центрального парка Республиканской столицы. Депутаты рассмотрели предложение главы Республики Рашида Темрезова, высказанное на предыдущем заседании, о том, чтобы переименовать Центральный парк города Черкеска. Теперь он официально будет называться «Парк столетия Карачаева Черкесской Республики». Руслан Альботов, Андрей Дорошенко. Итоги недели.